Я был поражён, когда мне сказали, что это Галина Бланка. Я думал, ммм, интересно. Правда, я в щёк, не могу поверить. И для меня была очень интересной реакции, потому что действительно есть какие-то бренды, которые вы не знали, что это испанский язык и имеет значение. Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канал KikiMexicanets. Сегодня очень интересное видео. Я расскажу о 5 известных брендов в России, которые используют имя бренда на испанском языке. И, может, вы об этом уже знали, или не знали, что это испанский язык, или знаете, что это испанский язык, но не знаете, что это значит. С вами мы об этом поговорим. Во-первых, я хочу сказать, что я не спонсор этих 5 брендов. Я ничего не получил из-за этого. Но просто как носитель испанского языка, мне было приятно увидеть, что есть название на испанском языке. И было тоже очень приятно, когда говорил с своими друзьями. Я сказал, ты знаешь, что это значит, вот этот магазин? А ты там, правда, я в щёк, не могу поверить. И для меня была очень интересной реакцией, потому что действительно есть какие-то бренды, которые вы не знали, что это испанский язык и имеет значение. Также это не реклама для брендов, потому что некоторые не употребляю или не посещаю. Это просто ради интереса, знания испанского языка. И давайте начнём с первым. Одна из самых шокирующих брендов на испанском языке. Наверное, вы знаете одну компанию, которая делает куриный бульон и продаёт маленький кубик. Я был поражён, когда мне сказали, что это галина бланка. Я думал, ммм, интересно. Я знаю, что на русском языке вот сочетание двойное L всегда делает немного странно, как галиния, тортилия, билия, кисадилия и так далее. Много слов. По-испански это галина бланка. И галина бланка это значит белая курица. Галина это курица, животное, которое ещё живое, потому что когда уже мясо, это пою. И мне было очень интересно, потому что много из моих друзей думали, что название галина бланка это от имени галя, то есть как белая галечка. И это вообще не имеет никакой связь с галей. Галина это курица, теперь вы знаете. И сейчас имеет смысл, почему куриный бульон называется галина бланка. И второе место это магазин, где продают электронику. Эль дорадо. Соответственно, эль это артикль мужского рода и дорадо в этом плане может быть существительный или прилагательный золотого цвета. Колор дорадо. Золотой цвет. И золотистый. И когда испанцы приехали в Америку, Южная Америка мы сейчас точнее говорим, у них была такая легенда, что существует одно место, где там все золото, везде. И, соответственно, они в 16 веке начинали экспедицию, чтобы найти это место. Мы сейчас говорим о Колумбии, где должно быть эль дорадо. И так, и они не нашли вот это самое эль дорадо, но, понятно, благодаря этой экспедиции они открыли много мест и тоже нашли золото и другие сокровища, но и так не нашли. И для нас эль дорадо остается как легенда. Но также было приятно услышать, что эль дорадо. Красиво звучит, да, испанский? Третье место. Я ходил в магазине и увидел, что там есть очень интересные чипсы, потому что название на испанском... Estrella. Estrella это звезда на испанском. И, кстати, я заметил, что в России очень любят употреблять переводы слова звезда из других языков для продуктов или названий магазинов. Сейчас мы чуть-чуть перейдем на французский язык. А вы знаете, что значит L'Etoile? Конечно, это звезда по-французски. Четвертое место. Это лекарство, которое употребляет один цвет на испанском языке. Tantum verde. Но это очень интересно, потому что когда я преподаю цвета, мне всегда запомнят это. Зеленые. А я когда говорю, эй, как лекарство, они сразу вспомнят, и после этого никто не забудет, как будет зеленые по-испански. Verde. И пятое место. Это магазин, где продают одежду. Фамилия. А здесь очень интересно, потому что фамилия может сказать, как фамилия, имя, отчество. А на испанском фамилия, образ, как они пишут, это семья. Фамилия. Как, например, храм Гауды в Барселоне. Саграда фамилия. И это очень интересно. А у монуми фамилия для вас, как имя, фамилия, отчество. И для нас фамилия, как семья. Потому что фамилия по-испански это аппетиту. Аппетиту. Пожалуйста, пишите в комментариях, если вы знали, что эти бренды именно на испанском языке. И, пожалуйста, пишите, если вы знаете другие бренды на испанском языке, которые мы могли добавить в этом списке, что для вас было самое интересное, вы все о этом знали. И пишите, пожалуйста, если для вас было какое-то открытие, или это вы уже знали. Пожалуйста, не забудьте подписываться на мой канал. Ваша поддержка мне очень важна. Если вам понравилось это видео, буду очень рад, очень признателен, если вы можете поделиться на ваши соцсетей. Берегите себя. И увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos!